Северный край Вопеть значит плакать, причитывать. Она была также исказительницей, в репертуаре которой были былины, баллады, духовные стихи, песни и другие произведения устного народного творчества. Ее произведения вошли в крупнейшее собрание русского фольклора. Образцы ее плача и поэм настолько совершенны, что считаются классикой. Именно в причитаниях, дающих простор для творческой импровизации, смог проявиться ее великий поэтический дар. Традиция причитывания на русском севере процветала вплоть до начала XX века. Это жанр исключительно женский. Причитывали на свадьбах, оплакивая девичью вольную волю невесты, оплакивали разлуку с новобранцем, провожая его на военную службу. И, конечно, на похоронах, провожая в последний путь своих близких. Ирина Андреевна Федосова родилась 17 апреля по старому стилю 1827 года в Зоонежской деревне Сафронова Выразерского общества Толбойской волости в большой крестьянской семье Андрея Ефимовича и Елены Петровны Юлиных. Семья состояла из 22 человек. Родители мои были люди прожиточные и степенные. Мать Бойкая на 22 души пекла и варила, и везде поспела, не рыкнула, не зыкнула. Отец Рьяной, я же была сурова по крестьянству. Молотила, веяла и убирала. Восьми год знала, на какую полосу сколько сеять. Шести год на ухож лошадь гоняла. В ранней молодости Ирина Андреевна начала причитывать на свадьбах в качестве подголосницы, исполнявшей, согласно старинной традиции, причитания от лица невесты. Она сама говорила, «С младости мне место в большом углу, что на свадьбах ли запою, старики запляшут, на похоронах ли завоплю, каменный заплачет». Голос был такой вольный и нежный. ПЕСНЯ В 23 года она вышла замуж за 58-летнего вдовца Петра Новожилова и переехала в деревню Сидорова Кузаранского общества. С этого времени жизнь Ирины Андреевны навсегда связана с Кузарандой. «Тринадцать лет я жила за ним, и хорошо было жить. Он меня любил, да и я его уважала. Моего слова не изменил. Была воля идти, куда хочешь», – вспоминала она. После смерти мужа она вышла замуж вторично в 1864 году за Якова Ивановича Фидосова и поселилась в деревне Лисицыно того же Кузаранского общества. В 1865 году Фидосовы переехали в Петрозаводск, где Яков открыл столярную мастерскую. Городская жизнь была ей непривычна. Чужая сторона ни медом налита, ни сахаром посыпана. Фидосовы жили в нынешнем квартале исторической застройки города Петрозаводска. В 1867 году произошла знаменательная встреча Ирины Андреевны с преподавателем Петрозаводской духовной семинарии Елпидифором Васильевичем Барсовым. Ирина Андреевна не хотела разговаривать с господином, а когда познакомилась с Барсовым поближе, начала диктовать ему похоронные, свадебные и рекрутские причитания. Больше года почти ежедневно продолжалась эта работа. В 1872-85 годах Барсов опубликовал эти записи в трех томах под названием «Причитания Северного края». Издание стало своего рода открытием малоизвестного жанра русской народной поэзии и значительным явлением для отечественной и мировой культуры. Императорская академия наук удостоила издание Уваровской награды – денежной премии, а Русское археологическое общество – большой золотой медали. В 1884 году после смерти мужа Ирина Федосова возвращается в Зоонежье, в деревню Лисицыно. Это было самое тяжелое время в ее жизни. Она нищенствовала, нанималась нянькой, однако относильчане любили и уважали ее. По-прежнему ее приглашали причитывать на свадьбах. В 1886 году Ирина Андреевна была приглашена в Тверское имение Кольцова Огреневой-Славянской для записи свадебных песен и причитаний. В 1887-89 годах появилось издание «Описание русской крестьянской свадьбы в трех томах». В них вошли произведения, записанные преимущественно от Федосовой. В 1894 году в деревню Лисицыно к ней приехал преподаватель словесности Петрозаводской Мариинской женской гимназии Павел Тимофеевич Виноградов. Он явился организатором выступлений Федосовой в разных городах России. В 1895 году по приглашению Русского географического общества они вместе выезжают в Петербург. Ученые учреждения, общества, учебные заведения, консерватории, частные лица все наперебой приглашали Ирину Андреевну. Ее слушателями были известные музыканты, литераторы, любители народного искусства. Напевы Федосовой были записаны римским Корсаковым и впоследствии использованы в операх «Садко» и «Сказания о граде Китеже». Федор Иванович Шаляпин писал «Она вызвала у меня незабываемое впечатление. Я слышал много рассказов, старых песен и былин, и до встречи с Федосовой. Но только в ее изумительной передаче мне вдруг стала понятна глубокая прелесть народного творчества. Неподражаемо прекрасно сказывала эта маленькая, кривобокая старушка с веселым детским лицом. Передо мной воочию совершалось воскресение сказки, и сама Федосова была чудесна, как сказка». В честь Ирины Федосовой было проведено общее собрание Академии наук, заседание этнографического отдела Русского географического общества, археологического института. Академия наук наградила ее серебряной медалью с дипломом, высшей наградой, которой могла удостоиться крестьянка. Во время выступлений была произведена запись на фонограф духовного стиха «Голубиная книга». «Голубиная книга» Выступления в Москве проходили в конце 1895-го, начале 96-го года. Значительную часть сборов от выступлений Федосова пожертвовала на строительство школы для кузыранских детей. В 1896 году она выступала в Петрозаводске в зале Мариинской женской гимназии. Летом того же года она выехала в сопровождении Виноградова в Нижний Новгород для выступлений на Всероссийской художественно-промышленной выставке. Здесь ее впервые услышал Максим Горький. В его статьях и очерках, а также в романе «Жизнь Клима Самгина» отражены впечатления о личности и искусстве Федосовой. Из Нижнего Новгорода Ирина Андреевна выезжала с выступлениями в Казань. После возвращения она два года прожила в Петербурге, в доме Тертия Филиппова, ценителя русского песенного творчества. Весной 1899 года Ирина Андреевна заболела и приехала в родную деревню. 10 июля этого же года она умерла. Ирина Андреевна Федосова была похоронена на кладбище в Кузыранде, около церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Юсовой горе. Мастерство Федосовой послужило славе этого жанра русской народной поэзии. Ее биография и творчество стали предметом изучения исследователей-фольклористов. Члену-корреспонденту Российской Академии Наук Кириллу Васильевичу Чистову принадлежат самые крупные работы о зионерской причитальщице. Благодаря его стараниям имя Ирины Андреевны Федосовой не было утеряно в веках. Большим событием стало подготовленное этим исследователем совместно с Белой Ефимовной Чистовой второе издание причитаний Северного края, которое вышло в известной серии «Литературные памятники». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова